МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокий уровень боевой подготовки продемонстрировали Акимму области, военнослужащие войсковой части 65-05. Глава региона Ерлан Кушанов посетил подразделение Национальной гвардии. Свыше 35 тонн хлебобулочных изделий будет выпекать новый хлебзавод в Жасказгане. Всю первую партию продукции направили в детские дома и дома престарелых. Тысячи мусульман Караганды совершили намаз в ночь предопределения. В центральной мечети накрыли столы для прихожан, устроили викторину и читали проповеди. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетил войсковую часть 65-05 Национальной гвардии. Глава региона ознакомился с условиями прохождения службы с уровнем подготовки личного состава. Акимобласти также посетил объекты войсковой части, где в этом году был произведен ремонт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Региональное командование Орталык Национальной гвардии предназначено для выполнения боевых задач по охране общественного порядка в населенных пунктах, охране исправительных учреждений, конвоированию осужденных. Стоит отметить, что задачи Национальной гвардии намного шире, чем ранее были у внутренних войск. К примеру, в состав регионального командования входит войсковая часть, предназначенная для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и помощи пострадавшим. Обо всем об этом Акиму Карагандинской области и Герлану Кушанову рассказали в ходе его рабочей поездки. Это локализаторы. Локализаторы при обнаружении, при обнаружении, для работы резервных устройств, данный локализатор использует для накрывания. Здесь он идет 0,5, здесь 0,5. Получается, 200 граммов противного калореза. Главе региона продемонстрировали обмундирование, вооружение и техническое оснащение, которое военнослужащие Национальной гвардии используют в ходе выполнения боевых задач. Также будут представлены специальные средства воинской части 52-89. Это спецсредства, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, бедствий, каких-то наводнений и так далее. Гостям будет продемонстрировано подразделение, которое выполняет определенные задачи в кризисных ситуациях. Это войсковой и оперативный резерв, сводный отряд, отряд по ликвидации стихийных бедствий и спецподразделение, как я говорил уже, «Б». Особое внимание Ерлан Кушанов уделил социальным объектам. Главе региона продемонстрировали отремонтированное здание, в котором расположены медицинский пункт, библиотека, а также гордость части, музей. Посетил Акимобласти и солдатскую столовую. Каши, галеты, сахар, чай, джем. Это спецназовские боевые. В ходе визита Акимобласти сопровождал командующий региональным командованием Орталык генерал-майор Еркин Бутаканов. А в качестве гостей войсковую часть Национальной гвардии посетили Аким Караганды и начальник областного департамента внутренних дел. Андрей Денджа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Жизказгане открылся новый завод по производству хлебобулочных изделий Олутаунан. В реализацию проекта вложены инвестиции в размере свыше 2 миллиардов тенге. Новое предприятие построено в целях реализации экономической стратегии главы государства Нурсултана Назарбаева, послания президента, новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции, комплексной программы «Цифровой Казахстан». Свыше двух с половиной тысяч квадратных метров. На такой площади раскинулся новый завод по производству хлебобулочных изделий в Жизказгане. В сутки завод может выпекать свыше 35 тонн хлеба, булок и других изделий из муки. Это событие для тех, кто живет в Каражале, Жайреме, Улытау, Джизды. Потому что география поставки продукции с этого завода подразумевает и эти города и населенные пункты. А это благодаря политике нашего президента Нурсултана Аберча Назарбаева, который создал благоприятный инвестиционный климат в нашей стране. Поэтому бизнесмены смело вкладывают свои финансы не только в крупные города, не только в областные центры, но и в моногорода, такие как Жизказган и Садпаев. И я хочу от имени нашей компании, от имени Жизказганцев-Садпаевцев, от имени бизнесменов региона сказать огромные слова благодарности президенту страны, Ельбаса Нурсултану Аберчу Назарбаеву за те условия, благополучные, комфортные условия, которые он создал для нас, бизнесменов. И мы смело вкладываем новые технологии, финансы в эти регионы. Новый хлебозавод построен в рамках реализации экономической стратегии главы государства. Он соответствует строгим международным стандартам, полностью отвечает требованиям по цифровизации производства и является одним из самых современных хлебозаводов на территории стран СНГ и Европы. В Словакии были закуплены комплекты оборудования для тарного хранения, транспортировки и дозирования муки, производства заквасок. Уникальность этого оборудования совсем в том, что его качество подготовлено на самом высшем уровне, который на сегодняшний день существует. К строительству хлебозавода Лутаунан приступили в августе прошлого года. В реализацию данного проекта инвестированы свыше 2 миллиардов тенге. При строительстве использовались только отечественные строительные материалы и конструктивные элементы. Особое внимание уделено техническому оснащению производства. Современное энергоэффективное оборудование приобретено в Европе. На сегодня мы работаем с хлебозаводами Балхашнан и Улытаунан. Но впереди еще много планов по реализации новых проектов. Мы только зашли на казахстанский рынок. Хотели бы принять участие в развитии всей страны, а именно выпуска хлеба высокого качества. Монтаж и наладку высокотехнологичного оборудования хлебозавода осуществляли европейские специалисты. Два месяца обучения прошли сформированные производственные бригады. На заводе трудятся 225 человек в 4 смены. Условия труда комфортные. Имеются раздевалки, душевые комнаты, столовая с бесплатным питанием. По окончании рабочей смены каждый сотрудник получает бесплатную булку хлеба. В производственной деятельности будет использована система дуального образования. У нас сегодня уже достигнуты договоренности с колледжами. И мы здесь будем проводить дуальное образование. Хочу сказать, что это не является новшеством. Это является обыденным на наших заводах. Вы видите экскурсионную эстакаду. И здесь раз в неделю любому жителю региона будет предоставлено право посетить завод и посмотреть, как производится продукция. И хочу также проинформировать вас о том, что мы подразумеваем здесь организацию экскурсий для школьников, для молодежи, чтобы тем самым они уже прививать их труд к хлебному производству. Озаботились на предприятии вопросами логистики. Доставку изделий потребителям осуществляет собственный автопарк. Кроме того, в Джесказгане и Сатпаеве будут работать так называемые магазины на колесах. Первыми оценить качество хлеба нового завода смогли воспитанники детских домов и домов престарелых. Всю первую партию продукции направили на благотворительность. Мирамгуль Салкинбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлена Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Тысячи мусульман города встретили ночь предопределения в центральной мечети. Для прихожан были организованы ифтар, и сухур. Посетители мечети совершили намаз, прослушали проповеди и приняли участие в викторине. Ночь с 11 на 12 июня весь исламский мир провел за молитвами. В 27 день священного для мусульман месяца Рамадан настала Ночь Могущества. Она же Лялятуль Кадр. В эту ночь каждый мусульманин спешил в мечеть для совершения намаза. Одной из самых переполненных оказалась областная мечеть имени Анет Баба. В этот день будут упоминать величие священного Аллаха, все ангелы, все создания, животные и птицы. И также все мусульмане, прихожане этой мечети, мусульмане этого города, все сегодня собрались в мечети и восхваляют величие священного Аллаха. От множества мусульман, от количества мусульман люди не помещаются в мечети, даже совершают молитвы за пределами мечети. Мы, как и слушаем Богу, должны настоятельно показать себя таковы, что вы ищете в мечети, слушаете и ждете Бога. Рамадан является самым почетным и важным для мусульман месяцем. В это время принято поститься от рассвета до заката, делать добро, проявлять милосердие, воздерживаться не только от пищи, но и совершения грехов. Самой лучшей ночью этого месяца является ночь предопределения. Известно, что молитвы, прочитанные в эту благословенную ночь, равноценны тысячам месяцам богослужения. Если мусульманин в эту ночь проведет в молитве, в поклонении, в дуга, ему воздается вознаграждение, как будто он молился 83 года и 4 месяца, то есть тысячи месяцев. В ночь предопределения в центральной мечети от имени Верховного Муфтия был организован ауза-шар для 450 человек. За Дастархан были приглашены представители интеллигенции, исполнители, аксакалы, прославленные спортсмены, а также лица, занимающиеся благотворительностью. Необходимо подчеркнуть, что до завершения месяца Рамадана стали считанные дни. После окончания поста 15 июня мусульмане отпразднуют Ураза Айд. С прошлого года школьные медицинские пункты были переданы из системы образования органам здравоохранения. По мнению специалистов Минздрава, нововведение позволит увеличить штат школьных медицинских работников и изменить подход к обследованию учеников. В Карагандинском медицинском колледже состоялся обучающий семинар для школьных медсестер. Желательно, конечно, до 38,5 температуру не снижать, потому что это защитная реакция организма. Если у ребенка температура выше 38,5, вы должны, во-первых, что сделать? Определить, какой вид гипертермии. То есть есть гипертермия розовая, есть белая. За партами медицинского колледжа – медицинские сестры карагандинских школ. Преподаватели рассказывают и наглядно показывают особенности детского организма. Необходимо отметить, что в последнее время система школьной медицины практически полностью изменилась. Углублены профилактические осмотры школьников, скрининг. В рамках улучшения качества школьной медицины во всех школах проводятся акции профилактика травматизма, семинары, беседы с родителями, с педагогическим коллективом. Все это стало возможным после того, как школьная медицина перешла из системы образования в систему здравоохранения. Еще одним новшеством стали периодические повышения квалификации школьных медсестер. Цель данного обучения – то, чтобы медсестра на своем рабочем месте, она могла сориентироваться вовремя. Сейчас у детей в школах очень часто бывают состояния, когда требуется немедленная помощь. То есть до врача она должна уметь оказать помощь и уже по приезду врача передать ребенка и продолжать уже зависимые, то есть те мероприятия, которые будет врач назначать. Теперь медицинские сестры должны не только оказывать услуги школьникам, следить за их самочувствием, но и активно проводить информационную работу, устраивать обучающие семинары, лекции и проводить беседы с родителями. Иначе говоря, кардинально изменились функции и задачи школьных медсестер, повышена их ответственность. Но это плюс, заявляют сами медицинские работники. Одна из них – медицинская сестра 59-й школы с 40-летним стажем Гульстан Тусупова. Сейчас нам очень удобно, потому что здесь в действительности за нами большой плюс, что мы идем в ногу с здравоохранением. Подобные обучающие семинары для школьных медицинских работников будут проводиться периодически. Лекции читают практически все специалисты в области педиатрии – терапевты, хирурги. Особое внимание уделяется практическим навыкам оказания до врачебной помощи. После того, как мы все это сняли, приступаем к проверке жизненных признаков. Первая у нас идет реакция зрачка. Реакция зрачка проверяется каким образом. Ставим ладонь в лоб, большим пальцем приподнимаем просто вот верхний век. Второй рукой закрываем, открываем. Таким образом мы проверяем, есть ли реакция или нет. Андрей Теншал, Карл Тенбегов, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Карагандинские полицейские задержали 43-летнюю жительницу города по подозрению в совершении убийства. По сообщению пресс-службы областного ДВД, 10 июня в одной из квартир города Караганды с ножевыми ранениями обнаружен труп 79-летней пенсионерки. Задержанная призналась, что находясь в квартире потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения нанесла удары ножу. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначенные соответствующие экспертизы проводятся досудебные расследования. 10 июня на трассе Караганда-Астана произошла авария, в которой пострадали три человека. Один из госпитализированных оказался гражданином Германии. По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в железобетонное ограждение дороги. Железные отбойники насквозь пробили лобовое стекло машины. Гражданин Германии находится в тяжелом состоянии. Он помещен в реанимацию центральной больницы Цимиртау. Водитель также получил травмы. Его доставили в центр ортопедии и травматологии имени Макожанова. Супруга иностранца пострадала меньше всего. Врачи оказали ей помощь и вскоре отпустили домой. В полиции заведено уголовное дело, назначены экспертизы. В рамках акции «Другой ты» более 500 юных спортсменов выстроились в надпись «Шахтер». Масштабный флешмоб стал первым событием после подписания меморандума, направленного на развитие юношеского футбола в регионе. Юбилейный год для футбольного клуба «Шахтер» ознаменовался важными событиями, в числе которых подписание меморандума о поддержке и развитии детского, юношеского и молодежного футбола в регионе. В рамках подписанного меморандума между клубом, стадионом и управлением физической культуры и спорта состоялся масштабный флешмоб. На поле стадиона создали живую надпись «Шахтер». В мероприятии приняли участие более 500 юных спортсменов. Трехстороннее соглашение позволит им совершенствовать свои навыки в детском спортивном лагере, который стартует 18 июня на базе стадиона «Локомотив». Начинающие футболисты отметили, что несказанно рады такой возможности. Мы поедем в лагерь, я ожидаю, что будет там хорошо, будут тренировки, буду заниматься хорошо. Хочу стать профессиональным вораторем. Флешмоб был организован в поддержку челленджа «Другой ты». Принять участие в данной республиканской акции казахстанцев призвал глава государства Нурсултан Назарбаев. Тожжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 4 июня по 31 августа Карагандинский отдел образования проводит обучающие курсы по программе цифровой грамотности. Курсы организованы в 41 организации образования. Организаторы заявляют, что для обучения нет никаких ограничений. Необходимо только желание получить новые знания. Курсы проходят по 16-часовой программе три раза в неделю абсолютно бесплатно. По окончанию курса выдаются сертификаты. Для получения подробной информации можно позвонить в колл-центр отдела образования Караганды. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболинстер. Субтитры подогнал «Симон»!